Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый летний день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И мы начинаем с вами традиционный разговор о том, что происходит на финансовых рынках. Тема сегодняшнего разговора, тема сегодняшнего эфира следующая. Федрезерв намекает на прекращение КУЕ-3. Слово намекает. Нас заинтриговало. Намекает на прекращение КУЕ-3. Как будет реагировать российский индекс? Ну, в принципе, мы поговорим о том, как будут реагировать все финансовые рынки. И, конечно, поговорим о том, что значит Федрезерв намекает. Пока намекает. Значит, следующий. Представляю моих гостей. В студии сегодня Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании Allure. Добрый день, Наташа. Здравствуйте. И в студии Богдан Зварич, независимый эксперт. Здравствуй, Богдан. Добрый день. Чтобы тебе не было обидно, я бы предложил так. Богдан Зварич, начальник независимых экспертов. Хорошо. Значит, вот в этой компании, да, тесной и теплой, мы приведем сегодняшний час эфира. И я напомню, уважаемые слушатели, телефон студии 651099, 6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мнениями. Собственно, можно говорить о том, что ситуация нагнетается, ситуация накаляется. Ну, я имею в отношении намеков Федрезерва. И хотелось бы это обсудить сегодня. Ну, и начиная эфир, давайте традиционно мы посмотрим, что происходит сейчас на финансовых рынках. Итак, картина маслом. 15.06 в Москве. Итак, американцы вчера закрылись легким снижением. Ну, легким, наверное, все-таки можно так пока говорить еще. Полпроцента потерял S&P 500. И столько же Dow Jones. И также Nasdaq закрылся на полпроцента ниже. Значит, что происходит далее. Азиатская сессия тоже в красном. Причем лидером падения стал Nikkei 225. Почти 4% он потерял. Shanghai Composite в легком минусе 0,06%. Ну, и наши ребята не отстают от заданной тенденции. РТС теряет 1,5%. ММВБ почти процент. Европа также в минусе. Futsi 100 теряет 1,3%. В общем, все по плану, видимо, да. Ну, одно радует уже. Есть некая общая тенденция, как минимум, да. При этом, внимание, при этом, да, опять повторю. Наши индикаторы в отрицательной территории достаточно серьезно. При этом нефть марки Brent 103,12 за бочку. 103 доллара, ну, совсем никакой связи уже нет. Золото 1395. Достаточно устойчиво стоит несколько дней. И валютный рынок тоже в диапазоне. Евро-доллар 1,30-60. И движется в пределах 50 пунктов. Уже всю неделю. Сегодня среда, третий день уже. Замечательно. Набор голубых фишек в основном в отрицательной территории. И лидеры падения. 3% АвтоВАЗ. 2% ВТБ. Сбербанк процент. Газпром процент. 118 уже, да. ГМК Норникель 2% с лишним. Ростелеком продолжает терять. Продолжает терять. 1,2 в минусе. Лучше рынка, ну, опять символически. Лукоил 2%, Росгидро 2%, и 0,8 уралкалий. Ну что ж, вот такова картина маслом. Все это, все это. Хотелось бы понять, Наташ, что происходит вообще на финансовых рынках. Ну, не знаю. Связывать все это с ожиданиями вот этих намеков, толстых намеков на тонкие обстоятельства. Федрезерва. Или не связывать. Неделя все-таки достаточно интересная. С точки зрения, статистики, как минимум, да. У нас в пятницу ПРО, завтра, завтра четверг, да. Завтра заседает ИЦБ. А на следующей неделе заседание Федрезерва. Что происходит, Наташа? Скажи, пожалуйста. Только не говори, что лето на дворе. Мне все это дело фиолетово. Ваши все эти рынки. Хотя ты выглядишь замечательно. Именно вот у меня такое впечатление. Что пригласили девушку. Что хотите, я не знаю. Спасибо, конечно. Рассказывай. Нет, ты сегодня начальник экономического отдела. Исключительно начальник экономического отдела группы компании Allure. Наташа, пожалуйста. Да, еще пока да. Поэтому, соответственно, приступим. Конечно, сейчас основной темой на финансовых рынках является приближающееся заседание ФРС. И, конечно, опасение инвесторов в отношении сокращения программы КУИ-3. Статистика по американской экономике выходит довольно смешанной. Поэтому участникам рынка довольно тяжело определиться. Именно какое решение ФРС примет на июньском заседании. Поскольку все-таки ВВП за первый квартал вырос на 2,4%. Все-таки некоторые показатели довольно неплохие. И, соответственно, риски повышаются. К тому же, по итогам протоколов от последнего заседания ФРС, которые уже были оглашены, было сказано о том, что многие участники, представители ФРС, все-таки поддерживают программу выхода из стимулирующих программ. И это вновь стало такой негативным поводом для закрытия лонгов на мировых финансовых площадках. К тому же, медведи на мировых рынках еще получили такой хороший повод для наступления из высоких уровней в Штатах. То есть с таких уровней, конечно, мне кажется, проще было уже упасть, чем, соответственно, на опасениях по ФРС идти дальше. — Богдан, ты медведь или бык? Ты сидишь тут с компьютером, что-то там нажимаешь на кнопки? — Ну, на самом деле, сейчас я смотрю на ситуацию достаточно негативно, особенно на нашем рынке, потому что, если смотреть наш рынок, американский рынок, мы посмотрим, американцы еще фактически не падали от максимумов, они откатились где-то на порядок 3%. Мы же при этом даже, несмотря на то, что нефть не может пробить 100 и отскакивает от этого уровня... — Ну, вот это не парадокс, скажи мне. Хотя я понимаю уже, наверное, этот вопрос набил оскомину. Но нефть растет, а мы падаем. — Да, здесь, на самом деле, все просто. Наш рынок абсолютно не интересен иностранным инвесторам. — Никому, никому. — По многим причинам. Причина первая. Ситуация в мировой экономике не настолько хороша, чтобы можно было искать высокорисковые активы. Поэтому все страны БРИКС чувствуют себя очень печально. Соответственно, Россия при этом чувствует себя еще хуже. И инвесторы сейчас стараются перекладываться из низкорисковых активов в чуть менее низкорисковые активы. То есть, действительно, в риске сейчас... — Разве еще раз по-русски? — Из низкорисковых в чуть... — Тигрослов. — Чуть менее низкорисковые. Это как перевести по-русски? — Ну, чуть более рисковые. — А, чуть более. — Чуть более рисковые. И, соответственно, в этой связи, конечно, никакие деньги на российский рынок не потекут. И тот отток капитала из фондов, инвестирующих в Emerging Markets, инвестирующих отдельно в Россию, мы и наблюдаем. И эта ситуация не изменится до момента, пока кардинально не поменяется отношение к рискам. А для этого ситуация в мировой экономике должна измениться очень серьезно. Либо у нашего рынка должен быть такой апсайд, что те риски, которые присутствуют при вложении в наш рынок, будут игнорироваться. А такого апсайда нет. Несмотря на все разговоры по поводу того, что PI у нас достаточно низкий, вообще как бы уровни очень привлекательные, пока тот апсайд, который есть, он не привлекательен для инвесторов. Потому что если сейчас сюда придут крупные деньги, они так поднимут рынок, что потом в случае, если что-то случится в мировой экономике, им потом отсюда уходить, они его потом загонят обратно. И в итоге у них получится проскальзывание вверх, проскальзывание вниз, в итоге они окажутся в убытках и никакой прибыли. Риски велики. Поэтому притока денег на российские фондовые рынки со стороны западных инвесторов я не жду. Думаю, что наш рынок будет чувствовать себя хуже. В первой программе этого года я именно об этом и говорил, что хорошо, если будет так же, как в прошлом году, в 2012, а то и еще хуже. Если ФРС сейчас действительно начнет раскручивать, вернее, закручивать гайки, то есть начнется снижение объемов выкупа облигаций и так далее и тому подобное, американский рынок как минимум начнет корректироваться. Учитывая то, что он до сих пор не падал, а мы находимся на уровне достаточно низких, нам тоже перепадет. Из наших рынков потекут, что называется, последние идеи, которые здесь есть. И это может быть достаточно серьезная просадка, при этом, соответственно, достанется и рынку энергоносителей. И вот на негативные факторы мы реагируем совершенно, совершенно замечательно. А вот на позитив мы еле-еле отскакиваем. Ну тоже денег-то нет. Денег нет, да. Отскакивать не зачем? Да, отскакиваем фактически на спекулятивных, на закрытии шартов, на каких-то спекулятивных краткосрочных покупках, но не более того. То есть именно инвестиционных денег, долгих денег в России сейчас не наблюдается. Ну и, собственно говоря, на мой взгляд, не будет наблюдаться еще какое-то достаточно продолжительное время. Ну вот насчет длинных денег я полностью согласна с Богданом. И мне кажется, на российском рынке вот эти длинные деньги могут появиться лишь тогда, когда вот Америка, соответственно, там скорректируется, потом она начнет после падения восстанавливаться, дойдет, скажем, примерно до этих уровней и скажет, ой, Америка дорогая, вроде, а дальше расти мы там еще хотим. И вот в том момент только, может быть, хоть что-то достанется российскому рынку. То есть в ближайшее время на российском рынке ничего хорошего, в принципе, не ожидается. Дай бог, если хотя бы очень существенной просадки бы не произошло. На фоне коррекции в США. Вот я смотрю на РТС сейчас, да, он уже ниже 1300 в очередной раз. Вот если не устоит этот уровень, то как глубоко мы можем сходить еще, Наташа? Ну, на мой взгляд, мы можем уже тогда очень низко упасть, потому что вот 1300, это получается, ну, все-таки район такой уже психологический, и дальше там уже такие, на мой взгляд, пойдут психологические уровни. То есть там сначала 1250, но это такой ближайший, естественно. А вот так в 1200, запросто и вниз. Запросто и вниз. Я понял. Хорошо, сейчас мы прервемся, мы послушаем новости на Финам.ФМ, как всегда увлекательные, а потом продолжим. Продолжаем эфир, уважаемые слушатели. Сегодня в гостях Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании Allure и Богдан Зварич, начальник независимых экспертов. Я все-таки буду на этом пока настаивать. Значит, мы обсуждаем ситуацию на финансовых площадках. Собственно, еще пару слов, пару фраз, если можно, по поводу вот этих вот ожидаемых событий, связанных с Федрезервом. Ну, а ежели все же предположить, давайте предположим, да? А что, я даже не знаю, может быть, действительно и на июньском заседании уже это подтвердится. Я сейчас хочу напомнить, да, что индекс АСМ в понедельник, да, в промышленности как раз вышел сугубо хуже ожиданий и заставил народ понервничать в очередной раз. И опять, значит, разговоры пошли, что, может быть, все-таки еще рано сворачивать. Ну, я бы сказал, что все-таки больше ждут данных с рынка труда. И вот сегодняшний, в 16.30 выйдет АДП, отчет АДП о занятости. И он даст мысли по поводу тапу. Ну, он, как правило, очень отличается. Он такой все-таки, да? Ну, я бы не сказала, что он очень отличается. Просто обычно на АДП такой существенной реакции на финансовых рынках нет. То есть все для себя сделают такую галочку, что вроде, да, понятно, что можно скорректировать по пятничному отчету в плане ожиданий. Но вот именно такой какой-то бурный реакция на АДП нет. Да, потому что пересмотр консенсуса, в принципе, после АДП происходит на пятничные данные. Поэтому он как минимум дает повод для размышлений. Кто-то даже уже под этим соусом, под соусом АДП пересматривает портфели. Я понял. Ну, в портфели даже. Ну, частично могут. Они же пересматривают свои ожидания. А все ожидания построены на портфелях. Вернее, в портфеле построены. Хорошо, ладно, давайте. Давайте предположим, что у нас действительно payrolls разочаруют тех, кто хотел бы. Разочаруют кого? Это уже с какой стороны смотрят? Да-да-да, кто обрадуется, кто разочаруется, да? Значит, payrolls говорят, снижение новых рабочих мест плохо прирастает. Да, и безработица опять выше 7%, допустим, да, там сколько, последние, я не помню данные. И все говорят, о, не так все хорошо в Америке не развивается, да, рынок труда не стабилизируется. В общем, рановато еще, рановато еще. И тогда, что исторические максимумы были очередны? Первую очередь, на плохую статистику сейчас реагирует валютный рынок. Сразу идет пара евро-доллар, тогда получается у нас вверх. Вот как в понедельник это было, да? Раз, и уже 31, пожалуйста. Все-таки именно через статистику пересматривают ожидания по ФРС. И вот первый реагирует валютный рынок. За ним реагируют мировые уже фондовые индикаторы. И все-таки здесь еще сначала борются, можно сказать, быки и медведи. С одной стороны, вроде статистика негативная, значит, вроде в Америке все плохо. И покупать на том, что в Америке все плохо, как бы... Все плохо, нелогично, да. Да, мягко говоря, глупо. И получается, а с другой стороны, именно уже изменяются ожидания по ФРС. И получается, такие весы, какая чаша перевесит. И вот мне кажется, реагирует валютный рынок, и вот за ним уже, получается, идут фондовые индексы. Потому что вот если даже посмотреть на статистику славы, вот, которая была опубликована, то сначала уже пара евро-доллар вверх пошла, а мировые фондовые индексы, они так довольно волатильно отреагировали. И после этого они уже пошли в плюс. Я понял. Ну ладно, ладно, поживем, увидим. В конечном итоге действительно гадать на кофейной гуще мы не будем. Есть все-таки, да, ожидания какие-то, что пейросы не огорчат. Да, ожидания умеренно, можно сказать, позитивные. И это плохо скажется на фондовых площадках. Ну и, соответственно, на нашем в том числе. Так, хорошо, давайте возвращаемся тогда на российский рынок. И я хотел бы сообщить, хотя вам-то, да, я, то есть имею в виду не вас в первую очередь, коллеги, а сообщить нашим слушателям о том, что сегодня рубль продолжает ослабление, и очередной минимум он показывает против доллара 32, 10 сейчас торгуется уже, да, 32,10. В общем, в районе 32,15 он сходил. Естественно, наверное, из общей тенденции, если говорить о российской, да, ситуации на российском рынке, это не выбивается. Ну, единственное, что вот цены на нефть, наверное, да, они как-то не вписываются пока. Ну да, есть такое. Ну и вот, если можно, о перспективах рубля, Наташа. Ну, перспективы рубля, на мой взгляд, довольно негативные, потому что все-таки вот в конце мая это традиционное такое время для ослабления российской валюты. Сейчас, соответственно, вот пересматривается уровень спроса на риск, он падает. Российская валюта, валюта развивающейся страны, спроса на нее нет, и при этом еще давление оказывают данные по инфляции. То есть инфляция выходит значительно выше прогнозов, что, в принципе, да, для российского рубля негативно. Потому что вот с начала года в мае инфляция стояла, по-моему, 3,1%, а в прошлом году, соответственно, с начала года по итогам мая там было где-то 2,3%. Разница налицо, и, конечно, российскому рублю эту поддержку никак не окажет. Но в то же время здесь еще с инфляцией тоже интересный момент, потому что от ЦБ и РФ ждут все-таки какого-то стимулирования экономики, именно понижения ставки рефинансирования. Соответственно, такая высокая инфляция не дает вообще возможности ЦБ России действовать. В очередной раз, да, хочется пожалеть тех, кто у руля находится, потому что вообще вариантов никаких. С одной стороны, действительно, надо заводить маховик экономики, снизить ставочку. А вроде как нечем. А вроде как инфляция разгоняется. Совершенно, а инфляция опять разгоняется. Потребительская тем более, вот майская информация была... Надо посмотреть, за счет чего произошел рост цен. То есть это в первую очередь как раз... Продукты питания. Да, продукты. То есть это вот плодообощная база. Ну, это, конечно, традиционно для весны, но все-таки рост очень значительный произошел весной. Плюс надо отметить, да, что если говорить о инфляции и ожидании снижения процентной ставки, что в июле месяце нас ждет очередное повышение тарифов на энергоносители, и опять это не создает благоприятный предпосылок для снижения ставки рефинансирования. То есть в этом случае можно говорить, что она еще будет некоторое время высокой, да? Ну да, хотя тут вроде как шли уже разговоры о том, что ЦБ вроде как собирается все-таки ставку понизить. Но действительно текущие данные могут не позволить сделать подобный шаг регулятору именно из-за опасений еще большего разгона инфляции. Соответственно, и так есть все шансы выйти за таргетированные уровни. Там в районе 7-8 процентов, да, мы даже их можем переплюнуть. И снижение ставки может, конечно, подхлестнуть каким-то образом инфляцию. При этом, если говорить о рубле к доллару, то, на мой взгляд, две ближайших цели, да, там 32.20, 32.60. Ну, 32.20 сделали, если вот я на сегодняшний график смотрю, а 30, да, 32.60. 32.60, да, следующая цель. Посмотрим, как это будет. Но при этом, собственно говоря, отстояли фактически весь май, там, конец апреля, весь май отстояли в районе 31.30. То есть там была такая достаточно долгая консолидация над восходящим трендом. И вот в конце мая уже началось какое-то движение. И вот от него, на мой взгляд, цель как раз 32.60. Потом, опять же, на мой взгляд, скорее всего, будет не снижение. Да, будет высокая волатильность, но скорее это опять будет очередной боковик консолидации над достигнутым уровнем. Ну, то есть выше, там, грубо говоря, далеко выше 33 мы не увидим рубль. Ну, вот если, вот там уже будет вопрос следующей волны, будет ли ты вот эта вот третья волна роста, две вот уже было достаточно серьезно, будет ли третья? Ну, смотри, Богдан, Наташ, для того, чтобы сильный рубль ослаб, да, недостаточно вот того... Сильный рубль? Сильно рубль ослаб, извини. Это очень интересно. Да, да, да. Мы сегодня не по-русски все, да, Богдан вот... Тренд задал. Тренд задал, да. Так вот, если говорить о том, чтобы сильно рубль ослаб, для этого нужны какие-то, да, ну, из ряда вон выходящие события, и текущая динамика не заставит... Ну, явно не нефть. Да, да, да. К сожалению, явно не нефть, потому что все-таки российский рубль сейчас реагирует больше именно на отношение даже вот инвесторов, можно сказать, к российской экономике. То есть мы его наглядно видим на российском фондовом рынке и на российском валютном рынке ситуация абсолютно одинаковая. То есть мы видим, как резко рубль подешевел к доллару, как ЦБ пытается все-таки провести какие-то интервенции и, соответственно, поддержать российскую валюту, но интервенции ЦБ при таком сильном движении, они не имеют эффекта. Мы уже видели многократные попытки, вот когда, соответственно, формируется волна роста по паре, ЦБ пытается вмешаться, но когда действительно есть какие-то предпосылки для продолжения данной тенденции, то ЦБ РФ фактически... Бездействует. Ну, он не то что бездействует, он пытается что-то сделать, но просто его попытки успехом не заканчиваются. Он сглаживает, сглаживает. Вот по поводу нефти, тем не менее, смотри, Богдан, да, мы говорим, высокая нефть, 103 доллара, рубль падает, российский рынок падает. А я как раз не соглашусь с Наташей, я думаю, что стимулом к дальнейшему росту, вернее, к дальнейшему ослаблению рубля может стать как раз нефть. И это происходит из-за практически того же... Ослабление-то, да, я про рост говорил. А, про рост рубля? А, ну да, потому что, опять же, да, действительно, отношение к нашей экономике, оно такое, что вот текущие уровни цен на нефть, они не вызывают интереса. И, опять же, нет притока капитала, нет спроса на рубль на валютном рынке, но и зато есть спрос на валюту изнутри, да. И если вдруг, например, цены на нефть начнут падать, то рублю, конечно, будет очень тяжело удержать текущие уровни, и даже интервенции ЦБ, да, будут сглаживать котировки, будут сглаживать график, будут сглаживать колебания цен, но вот этот тренд наверх, он вполне может сохраниться. Я понял, тренд наверх, то есть ослабление рубля, мы говорим, доллар, рубль вверх. Ну, что же... В июне, на мой взгляд, ФРС, конечно, воздержится от сворачивания программ стимулирования, и такие шаги, в принципе, ФРС, на мой взгляд, может предпринять не раньше, вот где-то, наверное, конца лета, начала осени. Третий квартал, конец года. Скорее, скорее да, чем нет, потому что все-таки текущее улучшение в американской экономике, оно есть, но, на мой взгляд, оно еще недостаточно сильное, чтобы вот именно принять такое веское решение сейчас. То есть, на мой взгляд, ФРС сейчас лишь готовит рынки. И причем вот таким образом муссируя, да, может быть, давая намек, вот вроде бы будем, а вроде бы не будем, да, создает такое психологическое, чтобы ребята не сразу как-то побежали с рынков, да. Мне с Грецией ситуация вспоминается. Наташа, ты сама предлагала про Грецию сегодня не вспоминать, и вот, пожалуй, вот они, девушки. Так, давай, давай. Соответственно, когда с Грецией все только начиналось, для всех сначала паника, что с Грецией, выйдет она из еврозоны, не выйдет. Прецедент, это будет ой. Да, а спустя какое-то время, ну, выйдет она из еврозоны вроде, ну, и что? Ну, и что, да, никому хуже от этого не будет, да, кроме самой Греции. Да, очень похоже, опять, да, психологическая манипуляция сознанием таким инвесторским, что, ребят, все может быть, мы можем и так сделать, мы можем так, главное, вы не дергайтесь. Да. Да, вот, я думаю, что сейчас это очень важно, потому что, да, объявить и сразу все вниз, и тогда мама, мама не горюй, мало не покажется. Сейчас новости на Финам.ФМ, она продолжится. Ну, что ж, друзья мои, продолжим, продолжим наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. В студии сегодня Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор» и Богдан Зварич, независимый эксперт. Мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, российский рынок, российскую экономику. Я напомню вам, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мнениями. Сейчас мы, Наташа вспомнила о Греции, не к столу. Можно я сначала немножко к ФРС? Богдан, евро, давай, евро, доллар. В общем, наш следующий разговор о евро. Я немножко про ФРС хочу сказать, что боюсь, что, чтобы не решил ФРС, нам от этого тепло не будет. Холодно может быть, а тепло не будет. То есть, продолжение QE3 не заставит инвестора сюда прийти и откупать радостно все. Нет, на текущий момент нет. И, соответственно, думать о том, что сейчас можно как-то вот что-то покупать в длинную и там, ну, даже там, ну, наверное, до конца года. Я думаю, что мы на нашем рынке, да и на мировых тоже, я думаю, увидим уровни ниже текущих. И возможность, что называется, возможность войти, скорее всего, еще будет. Я продолжаю придерживаться своего прогноза по поводу 100-110 рублей по «Газпрому». Ну, там недалеко осталось, кстати. Ну, да. Большую часть со 140 уже прошли. Конечно. Вот, поэтому... Причем сначала мы язвили, я помню, да, как раз Богдан в этой студии весной говорит, вот 100-110 по «Газпрому». Потом каждый раз мы, когда ситуацию обсуждали, он уже ниже, ниже, я говорю, вот у нас был независимый Иксер Богданович, он говорит 110. Да что вы, как можно? Это он его уронил. Я во всем виноват. Вот, поэтому, а вот если ФРС действительно пойдет на сворачивание количественного смущения, даже если она пойдет на него медленно. То есть начнет с того, что снизит объемы выкупа облигаций, это вызовет фиксацию лонгов на американских площадках, достаточно серьезную коррекцию, которой, кстати, на американских рынках-то и не хватает, да, и, соответственно, эта коррекция повлияет на настроение у нас, и, соответственно, мы увидим... Ну, то, о чем Наташа говорил, да, нужно сначала хорошо откорректироваться, нащупать дно, и только после этого уже будет... А потом уже смотреть растение. Мы тоже хорошо откорректировались, вот Америка бы откорректировалась. Никак она не дает нам возможности такой. Я понял. Хорошо, давайте смотреть на еврозону. Ну, в частности, да, завтрашнее заседание ЕЦБ по ставке, сейчас я смотрю на евро-доллар, и могу сказать, что... Ну, второй день практически, после того, как 1.31 сделал, значит, вот он сейчас ходит в узком коридоре. 30 пунктов, 30.60 снизу, 30.90 сверху. Для тех, кто торгует внутри дня, может быть, не безинтересная информация, кстати. Ну, и, в принципе, да, вот 1.31, 1.30, там, плюс-минус, там, 100 пунктов. Это не суть важная. Мне кажется, если посмотреть на еврозону, то от ЕЦБ, вот именно от этого заседания, в принципе, ничего такого интересного не ожидают. То есть сейчас вот все внимание инвесторов на этой неделе, конечно, приковано к статистике по штатам, по рынку труда, и ЕЦБ меркнет по сравнению с данным отчетом. Все-таки действие ФРС сейчас главнее, чем решение ЕЦБ. Тем более, что вряд ли на этом заседании ЕЦБ решит дальше как-то стимулировать европейскую экономику в плане, там, понижения ставки рефинансирования. Вот, сейчас, мне кажется, если расставлять приоритеты, то на первом месте это, конечно, отчет по рынку труда США. Дальше пойдет блок статистики по Китаю, который ожидается. Конец недели, да? Китай всегда на выходных. По субботам, на выходных, да. В понедельник может быть весь. Да, и в понедельник сразу раз и гэп. Очень красиво, конечно. Да, это, конечно, Китай всегда любит этим отличиться. И там, кстати, будет официальная статистика PMI, да, по-моему? Не помнишь ты, что там будет в эту субботу? Будет торговый баланс, конечно, экспорт-импорт. По-моему, будут розничные продажи, промпроизводство, то есть блок статистики будет очень, да, серьезный. И, соответственно, в понедельник, скорее всего, гэп мы увидим. Я понял. Ну что ж, давайте к еврозоне, Богдан. Итак, смотри. Ну, комфортный, мне кажется, да, если смотреть на долгосрочные графики, 1,30 это какой-то там, да, двухлетний, пятилетний, там, двадцатилетний диапазон. Комфортный уровень, 1,30. Комфортная цена. Чуть выше, чуть ниже, там, он ходит туда-сюда. Как себя чувствует еврозона, на твой взгляд, в какой-то среднесрочной перспективе? Ну и Наташа предложила, да, что сейчас тон, если мы говорим о евро-долларе, да, задаст все-таки не ЕЦБ и не еврозона, а тон задаст доллар. То есть, да, объявляется что-то там по поводу КУЕ-3, и доллар либо растет, либо падает. Соответственно, он за собой евро потянет либо в ту, либо в другую сторону. Во-первых, действительно, ФРС сейчас, к ФРС обращено много больше внимания, чем к ЕЦБ, и действительно, даже если ЕЦБ на ближайшем заседании понизит ставку. Кстати, на мой взгляд, я вот думаю, что он все-таки может это сделать уже завтра. Такие шансы, на мой взгляд, присутствуют. Ну, скажем так, 30 на 70. 30 что повысит, 70 что нет. При этом евро нарисовал такую, вот помните, там февральский заход на 1.37. Здесь сейчас такая сформировалась модель, что типа головы-плечи, вот, и здесь пробой там уровня 1.28 вниз, если вдруг вот на там заявлениях ЕЦБ, на заявлениях ФРС. Ты недельный график смотришь? Ну, я смотрю Дейли, вот, если случится, то там цели, конечно, будут где-то в районе 1.21-1.20, вполне возможно. Ну, это минимум 12-го года как раз, да? Ну, да, вот, и, соответственно, на мой взгляд, сейчас ФРС и ЕЦБ будут продолжать действовать, скажем так, достаточно слаженно. Вот, и если они... Нет, ну, смотри, если говорить о слаженности действий ЕЦБ и ФРС, в чем слаженность? Что, то, что говорит господин Бернанки, да, делает господин Драги. Вот вся слаженность. Ну, фарф. Впереди паровоза он не лезет никак, и у него собственной политики, насколько я понимаю, такой стратегической тоже нет. Ну, в этой связи они могут пойти таким паровозиком. Одни смягчают монетарную политику, а другие начинают сворачивать выкуп облигаций. Вот, это может быть вполне логичным. С одной стороны, стимулируется ситуация в еврозоне, в проблемной области, да, США сейчас уже не столь проблемно по сравнению с Европой. С другой стороны, ФРС начинает потихоньку действительно сворачивать и посмотреть, как будет вести себя экономика, если в нее не заливать столько денег через капельницу. Соответственно, вполне возможно, на мой взгляд, именно такой сценарий, он был бы логичным. Потому что ФРС потом может пойти на попятную и вернуть объемы, если вдруг что не так, да, и сворачивать, я думаю, они их будут по чуть-чуть. Конечно, о росте ставки здесь никакой разговора нет, это не раньше, там, в конце, там, 14-го года. Ну, кстати, вот если говорить о долгосроке, да, я слышал такое мнение, и с ним согласен, что, ну, вот, после того, как все эти куи закончатся, первым из мировых ценаратов будет ставку поднимать именно Федрезерв. Нет, ну, это как основной ориентир, он всегда как законодатель мод, можно сказать, в мировой экономике, то есть это, в принципе, было бы логично. А вот что касается политики Драги, ну, вот, на мой взгляд, Драги воздержится от каких-то кардинальных действий в плане денежно-кредитной политики, потому что вот именно, что он не будет, скажем так, лезть впереди паровоза. Потому что, если Драги пойдет на, соответственно, стимулирование денежно-кредитной политики, соответственно, если Бернанке решится прервать Куи-3, то есть что тогда будет на валютном рынке? То есть давление на пару будет, можно сказать, с двух сторон. Совершенно верно. И колебания, мне кажется, будут слишком сильны. И, на мой взгляд, Драги воздержится от каких-то действий, дождется того, что сделает американский регулятор. И тогда уже вслед за ним может принять какие-то действия. Ну, вот, кстати, да, логика Наташи понятна. Ну, с точки зрения... Если сворачивается Федрезерв-программу, а при этом продолжается, да, заливаться в ЕЦВ, представляешь, евро-доллар просто камнем падает там... На 1,20. К паритету. К паритету. Нет, к паритету вряд ли. Но, на самом деле, давайте посмотрим вот каким образом. Но Европе сейчас бы не помешал слабый евро. Ну, так если, соответственно, КУИ-3 сворачивается, пара евро-доллар уже вниз. Медленно и очень занудно. Ну, еврозоне, конечно, нужен слабый евро, но если он будет падать слишком быстро, это тоже как-то не очень хорошо. С точки зрения хотя бы даже населения. Сильные движения на валютном рынке согласны. Например, население Германии, а у них выборы. Да, у них выборы. Поэтому, мне кажется, не будет. То есть, в принципе, даже слабый и не слабый, дело не в этом. Главное, стабильность, да, как... Для населения всегда, главное, стабильность. Главное, чтобы не было резких движений. То есть, стабильно плохо, но стабильно. К этому привыкаешь, и кажется, что не так уж и плохо. Главное, как у меня тетушка говорит, главное, хуже, чтобы не было. Мы как-то уже привыкли, главное, чтобы хуже не было. В этом логика есть, я считаю. Хорошо, давайте, значит, еще вот, о чем мы с вами поговорим. Ну, надеюсь, это тоже будет не безинтересно. Вам, прежде всего, золото ведет себя. Золото ведет себя достаточно стабильно. И, значит, я сейчас нарисую практически весь май, что ли, да, или всю вторую половину. Вот оно в диапазоне движется, пытается там каким-то образом из него выйти. Диапазон небольшой, 1380-1410, может, вот так, 30 долларов. Вообще, что в долгосрочной перспективе... Кстати, я заметил пару раз, вот последних, когда появлялись сигналы о том, что QE3 будет сворачиваться, золото на это реагирует ростом пару раз. Это, конечно, могло быть спекулятивно как-то, да, и не очень вкладывается в какую-то стратегию, но, тем не менее, есть в этом... Почему? Стратегия в этом плане есть, определенный смысл, потому что золото все-таки относится к защитным инструментам. Но здесь по золоту все-таки есть такие риски, потому что золото номинировано в долларах. И получается, что когда, с одной стороны, повышается спрос на доллар, то есть аппетит к риску падает, получается, на защитные активы спрос растет. То есть на доллар, в первую очередь, там, на американские облигации. И плюс к этому должен вырасти спрос на золото. Но, с другой стороны, доллар же и так укрепляется, а золото номинировано в долларах. И получается, здесь вот эти вот колебания по золоту, они сглаживаются. То есть, конечно, когда, скажем, идут спекуляции на тему QE3, то есть на золоте это отражается. Но отразиться, мне кажется, может лишь спекулятивно. Ну, так оно и получается, что два шипа вверх-вниз нарисуют, и вроде бы опять... Если говорить о долгосроке, смотрите, мы увидели, да, достаточно серьезный пролив, 1325, в апрельские были минимумы, когда там что-то, по слухам, кто-то перепозиционировался или еще что-то происходило, неважно. Вот, 1325, сейчас у нас есть текущая поддержка. И это, кстати, уровень, минимальный уровень 10-го года, там, второй половины 10-го года, когда тоже диапазон рисовал этот металл. На ваш взгляд, в долгосрочной перспективе все-таки, куда пойдет золото, вверх или вниз, Наташа? Ну, я по золоту ничего хорошего не жду. Не видишь, да? Потому что, на мой взгляд, в лучшем случае это боковик, либо продолжение снижения. Потому что все-таки по золоту есть еще такой фактор, как сокращение спроса, в принципе, на золото в мире. На физическое. Да, именно на физическое. Да, на физический металл имеется в виду. И это тоже влияет на золото. Поэтому я бы особые ставки на золото делать не стала. Агдан? На мой взгляд, во-первых, логичным было бы сходить в район 1550, протестировать вот тут достаточно тяжелый уровень, который очень долго держал... Как поддержку, да? Да, поддержка была. Сейчас уже протестировать его как сопротивление. Но при этом я думаю, что все-таки мы можем увидеть негативную динамику в золоте вплоть до уровня, я не знаю, там, наверное, уровней 1250-1150. Вот таких вот. Потому что, опять же, на мой взгляд, сворачивание мер по стимулированию, оно скорее приведет к тому, что золото будут продавать именно из-за серьезного укрепления доллара на международном валютном рынке. Соответственно, это может привести к дальнейшему падению. Да, сейчас после очень сильной волны снижения, да, когда контракт золота, можно сказать, консолидируется на достигнутых уровнях. Уровни здесь, опять же, да, вот вы правильно назвали, да, по поддержке это уровень где-то там 1320-1350. В случае его пробоя, конечно, здесь можно играть вниз, вот на те цели, которые я сказал. Я понял. Спасибо. Еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, последняя часть эфира. 12 минуточек у нас осталось. Отвечаем мы на вопросы. Ну и продолжим разговор. Просьба у меня к моим уважаемым коллегам, гостям, поговорить сейчас о российском рынке, ну, более детально, что ли. Хотя я представляю сейчас, предполагаю, что Богдан, конечно, не захочет этого делать. Почему? Ну, потому что ты говорил, что не надо ничего покупать на российском рынке, потому что не надо. Покупать не надо, а продавать можно. А почему не поговорить? Кстати, я забавную такую вещь заметил. Ну, мы очень часто говорим о психологически важных уровнях, да, там какая-то ровненькая циферка, и всегда вокруг нее начинается борьба. Вот я сейчас в моменте наблюдаю такую борьбу в паре доллар-иена. Сейчас котировка 99.40, ну и вот третий день мы ходим вокруг сотни туда-сюда. То же самое происходило у нас, так, где у нас сотни-то еще, я увидел, боже мой, забыл уже. А, в нефти, в нефти, вот у нас ключевой уровень, 100 долларов за баррель, все ниже 100, позавчера 99 входили, все резко откупают. Вот в этом есть, наверное, да, какая-то? В Газпроме уровень 100. О, и плавно переходим мы к разговору о российском рынке, да, да, потому что... Магниты тянет, тянет. Да, 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 потому что есть еще такая магическая цифра, вот в частности в акции Газпрома, правда, 118 рублей за бумажку еще далековато, но к 100 стремятся тем не менее. Ну, уже до 100 можно округлить. Кстати, по поводу... Нет, ну, опять я вспоминаю, вот было 147, он говорил, ну, до 100, до 110 упадет. Ну, осталось-то, видишь, чуть-чуть. По поводу Газпрома и Сбербанка, я как-то упомянул сразу две компании. Очень интересный факт. Сейчас Газпром находится на уровнях марта 2009 года. То есть это после выхода из кризиса? Нет, это вот как раз только разворот начался рынка от дна. На тот момент Сбербанк стоил 20 рублей. Вау. Обычка. Круто. И где сейчас Сбербанк, и где сейчас Газпром? Это к разговору о сильных и слабых бумагах. Учитывая то, что Газпром в очередной раз заявляет о том, что все-таки есть договоренность о дисконте своим основным потребителям, да. При этом даже дисконт там в 7 процентов, это, ну, достаточно серьезно. Они говорят, что не будет дисконта выше там 7 процентов. Это все равно достаточно серьезный удар по компании. И, на мой взгляд, снижение в Газпроме продолжится. Газпром одна из самых слабых бумаг нашего рынка. Опять же, вот то, что он находится, он говорит, на уровнях марта 2009 года, это подтверждает. Второе, я бы сразу сектор обозвал, сектор электроэнергетики, которому достается в последнее время. Обозвал, хороший. Это уже ругательство стало. Которому достается по полной программе, что связано и с пересмотром, по разговорам о пересмотре РАБа, что связано с регулировкой тарифов, сохраняющегося. Это, конечно, на электроэнергетику влияет очень серьезно. И там потери очень сильных бумаг, и сектор, соответственно, очень слабый. А вот Сбербанк, если на него посмотреть... Да, живее всех живых. Торгуется, вот он в районе 100. 95-110. Вот и торгуется. Но здесь, опять же, здесь есть опасения, что в случае, опять же, ухудшения ситуации вовне, продажи все-таки будут, и Сбербанк продает свой восходящий тренд от минимума 2011 года. И здесь, соответственно, он сейчас проходит как раз вместе с поддержкой на уровне 95 рублей. Если этот уровень будет продавлен, здесь может быть какая-то достаточно серьезная фиксация и уход там в район 85-80 рублей за бумагу. Мне показалось забавно. Смотри, вот ты поставил рядом, ну, по понятной логике, да, Газпром и Сбербанк. И здесь 100, и здесь 100. Но разница в том, что если по Сбербанку 100 и оттуда мы продаем, то по Газпрому 100, а оттуда мы покупаем. Да, и многие думают, что вот покупать надо от 100. Да, круглые цифры. Ну, на самом деле... Ну, явно не Сбербанк. Ну, явно, да, по 100, но явно. На самом деле Газпром может просесть и сильнее, просто как бы на тот момент, на мой взгляд, действительно... Синее 100 ты имеешь, ниже 100? Да, ниже 100, я думаю, могут попробовать уровни. То есть на минимум... Фактически получается, что бумага может сходить там на минимум 2008 года. Это, как известно, 88, по-моему, да, было? 86-88. Ну, да, где-то так. Да. Наташа, что делать на российском рынке сейчас? Что касается Газпрома, эту бумажку, в принципе, я никогда не любила, потому что бумажка всегда росла очень тяжело. То есть получалось так, что сначала на российском рынке выстреливают банки, там, металлурги, и потом уже под конец волны роста на российском рынке вдруг раз, и начинает подрастать Газпром. И вспомнили о Газпроме. Да, причем Сбербанк и металлурги, в принципе, можно сказать, сразу в космос улетают. Сбербанк хорошо растет, а Газпром растет так, можно сказать, ну, обычно так, еле-еле. И мне кажется, сейчас уже давно произошел переток капитала из Газпрома в другие ликвидные бумаги на российском рынке. И пока, я думаю, о Газпроме, в принципе, можно забыть, несмотря на то, что компания крупнейшая, но, тем не менее, к сожалению... Фамилии известные, да? К сожалению, да, пока непривлекательная акция. Что касается Сбербанка, действительно, если Америка начнет корректироваться вниз и падать, конечно, Сбербанк на текущих уровнях не устоит, и по нему можно, мне кажется, смело открывать шорт. В плане коротких позиций по Сбербанку очень удобно работать. Вот, если из других бумаг, мне кажется, получше может смотреться Уралкалий именно за счет программы обратного выкупа, которая, соответственно, продолжается. Уралкалий на... То склады, как в Китае, так и в других странах, они полны, забиты. И, соответственно, при заключении новых контрактов с Уралкалием, страны запросто себе могут выбивать очень хорошие скидки. Поэтому, фундаментально, компания непривлекательна. Вот этот вот спекулятивный фактор в виде обратного выкупа, за счет него компания даже при падении российского рынка может смотреться лучше рынка. Потом я бы обратила внимание на Лукоил, потому что даже вот когда российский рынок в этом году корректировался, Лукоил все-таки во многие моменты выглядел намного лучше рынка, потому что там шли точные скупки бумаг. Мне кажется, что если, соответственно, российский рынок продолжит корректироваться, а он продолжит корректироваться, вот эти вот покупки точные в Лукоиле опять можем увидеть. И я бы еще обратила внимание на Превс Сургута. Наверное, все, потому что в целом у меня рекомендация аналогична рекомендации Богдана не покупать. Вне рынка. Сейчас, да, сейчас очень сложно. Немножко, наверное, не соглашусь с Лукоилем. Да, действительно, его поддерживали точные покупки менеджмента, но он подошел сейчас к достаточно важному уровню, 1850 пунктов. Здесь, опять же, и сам уровень, это поддержка, и тренд сюда подошел. И если в случае пробоя здесь достаточно долго нет таких уверенных поддержек, которые могли бы остановить, пожалуй, до уровня 1600 рублей за акцию. Вот, и, соответственно, здесь можно покупать с целями в районе 20-40-20-50 от текущих уровней, но нужно очень четко выставлять стопы ниже 1850 пунктов, вернее, рублей, прошу прощения. Да, и очень жестко его исполнять при этом. Потому что, я говорю, здесь провал может быть практически, ну, до 250 рублей за бумагу, и там убытки будут такие, что мало не покажется. По Лукоилу не рекомендаются прямо сейчас покупать, но просто мне кажется, что если Лукоил вот провалится, то он в моменте может неплохо отскакивать, вот как раз за счет точных покупок, которые могут вернуться. А так, конечно, нет, сейчас его покупать не надо. Не по текущим, да, ну, ладно. В этом смысле, да, Лукоил действительно был вот благодаря вот этим покупкам, он смотрелся, конечно, хорошо. Кстати, мы как-то этот самый Металлургов пропустили, а у Металлургов, получается, тоже, на самом деле, не очень хорошая ситуация, потому что Норильский никель вот-вот готов, собственно говоря, обновить свои минимумы. Он сегодня смотрится достаточно так печально. 1450, если пройдет, это фактически будут мультигодовые максимумы, то есть это, прошу прощения, мультигодовые минимумы, там это минимум будет с 11-го года. Соответственно, там могут повышебать стопы. Тем, кто держит бумагу. Опять же, тренд направлен вниз, тоже ничего сказать нельзя. Тоже не порекомендуешь ее покупать. Мне кажется, Металлургу, в принципе, сейчас на российском рынке в этом плане можно обобщить, потому что все-таки, когда российский рынок падает, то Металлурги падают очень хорошо. Но при этом, когда российский рынок растет, у них рост просто, в лидерах росты, именно, скажем, в частности, там даже Северсталь, очень хорошо сразу бумагу покупают. Ну, я помню, один из ваших коллег, Андрюш Верников, он в этой студии по весне как раз говорил, что вот он так видит, да, идея Металлургов, она актуальна, потому что они сильно низко упали, и сейчас, случись что, они, собственно, впереди планеты всей и вырастут. Если случись что будет, да, они будут впереди планеты всей. Но пока, к сожалению, случись что хорошего не произойдет. Да, да, пока не происходит. Ну, опять мы смотрим на Китай пристально, но пока Китай не рад. Ну, кстати, Китай же, они заложили на ближайшие 10 лет рост порядка 7,8% ВВП в среднем за год. Я, кстати, боюсь, что они могут не выдержать подобный рост за счет того, что внутренний спрос не сильно у них получается стимулировать. Плюс стимулируя внутренний спрос, им приходится при этом поднимать стоимость рабочей силы, соответственно, делать свои товары менее конкурентоспособными на мировых площадках. И вот этот вот такой замкнутый круг, он может сказаться на динамике показателей. В принципе, насколько я понимаю, выбрал такую стратегию именно переориентации с внешнего спроса на внутренний, потому что, получается, те проблемы, которые есть в мировой экономике, имеют в виду, конечно, Штаты и Европа, Китай не хочет так сильно зависеть от данных стран и пытается как-то простимулировать внутренний спрос, чтобы внутренний спрос все-таки замещал хотя бы частично внешний. Но все попытки пока тщетные, то есть уровень жизни населения в целом по Китаю он все-таки низкий, поэтому пока не особо удается. — Хорошо, хорошо. Ну, смотрите, минутка у нас осталась. Я, знаете, хотел еще вопрос какой спросить. Не успеем мы, конечно, это обсудить, но, тем не менее, сейчас это актуально. События в Турции. В Турции упал индекс турецкий больше, чем на 10%, ну, как минимум за вчерашнюю торговую сессию. И где-то я видел, что есть возможность, что деньги, которые вкладывались туда, и достаточно успешно, да, мы видели, что росла Турция, могут пойти на российский рынок. — Нет, нет. — Все, все, вопрос-ответ. — Вот и обсудили. — Вот и обсудили, действительно, и слава богу, что на это не потребовалось много времени. Это было мнение моих экспертов. Еще раз напомню, в студии «Сухого остатка», уважаемые слушатели, вы сегодня могли услышать Наталью Лесину, начальника антического отдела группы компании «Алор», и Богдана Зварича, независимого эксперта. Значит, мы с вами прощаемся. Напомню, кстати, да, мы обсуждали грядущие события, значит, в пятницу Payrolls и на следующей неделе свидание Федрезерва, и, наверное, намекнут нам на то, будут сворачивать, не будут, и в какой, в какой части, что называется, да. В общем, следим за ситуацией. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов на рынке. До свидания.